Притчи, глава третья. Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои, да хранить сердце твое. Ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина, да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижале сердца твоего. И обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Чти, Господа, от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих. И наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Наказание Господне, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец, к сыну своему. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней. Никакое зло не может противиться ей. Она хорошо известна всем, приближающимся к ней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с ней. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Из уст ее выходит правда, закон и милость она на языке носит. Пути ее, пути приятные, и все стези ее мирные. Она древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой, не упускай их из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. Не говори другу твоему, пойди и приди опять, и завтра я дам, когда ты имеешь при себе, ибо ты не знаешь, что родит грядущий день. Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобой. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе. Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирай ни одного из путей его, потому что мерзость пред Господом развратной, а с праведными у него общение. Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых он благословляет. Если над кощунниками он посмевается, то смиренным дает благодать. Мудрые наследуют славу, а глупые — бесславие.